добрый день всем как уже рассказал юрий геннадьевич по селкам у нас есть основные это кинза 1631 селка с интерплантом на 36 сантиметров мы сеем сою на 70 сантиметров сеем кукурузу эти селки можем подойти поближе посмотреть пока местам дает если люди готовы платить за колер плюс 3900 это дешевле чем precision это дешевле чем джунди ну а глидеровский аппарат все это ясно он полтора раз дешевле чем precision работает великолепно и я здесь ушел от многих мониторов у меня один монитор а глидеровский он управляет всем всем вообще всем амазоном всем 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 и а производителем он управляет у меня одинаковый монитор у меня не надо по 10 мониторов вешать трактор у меня была история интересная когда я попригонял кучу селок мне больше всего понравилась джундирка потом оказалось что она не может высечь подсолнечник с массой тысячи тысячи шестидесятых рамок и да а так была идеально да посмотри вот это здесь колесо вот это хорошее колесо вот это надо поменять вот мы сейчас еще купили ну на одну группу селок купили маленькие разгребалки сюда которые не перебрасывают ну чтобы свою папу грузе по новому панели которые меньше которые ну не двигают просто мы одну группу только себе укомплектовали посмотрим будем или делать не будем это дело вот это вот этой фигни отказался которая у них сейчас это пресиженская или там это которая с этим колесом один да все-таки решили на зубчатые колеса остановиться и все ну ты доволен сами я не вижу в этом смысла ну просто она стоит дорого мне нужно лишняя гидравлика на трактора мне нужно куча лишнего всего я просто обдумал это и не хочу и мне разобрал собрался разобрался права разобрался почему она была идеально а потом до меня я уже залез мы первые купили вообще первое для нас только появилась потому что вадим он сейчас в америке обе лидером там команды по восточному и он нам все это ну а у меня тогда был переход или по пресижен пойти или на другую есть понимаешь уже там же обиджет полтора раза дешевле даже больше чем полтора раз работает прекрасно забыли этот год этот третий мне еще нравится вот эта система внутри себя они как-то контакт саша саша вот у меня вопрос у меня раскладка чисто есть ну нет раскладки вообще не кукурузы идеальная кукуруза околиброванная кукуруза опять же селку но очень собрал разобрал собрал разобрал не могу понять все или нет раскладки и все почему-то это умная прикладка что она делала по сухой земле сначала было бы просто контролировать зафигерок а потом больше круглая и получается если управлять высевом управлять давлением то это такой же эффект получается глидеровский монитор этим не может управлять да но а глидеровский монитор может обвиниваться данными тут же получается эффект тот же самый эффект добрый день всем расскажем кратце про наш парк техники чем мы сеем обрабатываем вносим пестициды удобрения мы находимся возле сеялки это основная наша сеялка она у нас универсальная мы сеем кукурузу сою и фасоль мелкую не крупную квадрата она идет с интерплантом на 36 под сою фасоль и на 70 под кукурузу у нас 16 сеялок таких на 33 тысячи гектар земли мы спокойно ими сеем у нас оптимальный срок посева неделя кукуруза неделя соя мы должны посеять средняя скорость посева этой сеялки 12 и 2 километра и сои и кукурузы одинаковой скоростью эти сеялки оборудованы скоростным высевающим аппаратом шурспит и транспортером который опускает всеми ложа посевной материал они ставятся разные диски подбираются в зависимости есть на подсолнух на сою на большую густоту на более меньшую густоту и на кукурузу также эти сеялки у нас оборудованы гидроприжимом на каждую секцию и для внесения жидких удобрений стоят полностью через носим китон также мы на будущий сезон будем оборудовать сеялки wave 360 несколько сеялок для того чтобы протестировать как он работает если от этого эффект на него поставим чтобы заменить китон потому что нам китон нужен только для внесения жеку но он делает небольшую протяжку так как у нас скоростной высевающий аппарат и здесь видно он прямо может семи ложа зерно а китон его протягивает он нужен китон для села который без скоростных высевающих аппаратов без денег на престижный это скоростной есть на джандире есть скоростной они похожи вот кинза с агридером сделали свой там кита не нужен вот поэтому мы хотим за место кита на поставить в f360 посмотреть также они оборудованы жку я сказал ставится два бака на раму по 500 литров сеялки один бак вместо противовеса ставится на тысячу литров соответственно одна заправка жку на 70 гектар и одна заправка кукуруза посевным материалом на 70 гектар соответственно мы делаем за смену три заправки в бэгах всего сеялка средний посев кукуруза где-то 170 гектар средний посев соя где-то 140 гектар кукурузу сеяли и 240 в зависимости от конфигурации поля как логистика выставляется они у нас работают все весь пар техники у нас на агридер мониторы стоят агридер управление трактором агридером и управление селкой агридер и жку агридер управляет соответственно есть удаленный доступ для контроля оператора который работает агроном поле видит сразу данные с монитором и может корректировать заходить удаленные если какие то есть настройки поменять также те селки нам позволяют дифференцированно делать посев мы дифференцированно сеем кукурузу этими селками позволяют это вкратце по эту селку пойдемте пройдем покажу еще раз круги у нас это наша зерновая селка переделанная под секции помененные с пропашной селки гримплейс это 24 25 мы сняли убрали зерновые сделали чтобы более точно выдерживать глубину посева сделали ее на 38 это селка мы можем сеять сою и можем сеять мы ей сеем фасоль крупную за счет мы до оборудовали еще поставили воздушный прижим пневмо регулируем чтобы больше также она нас сеет спокойно по нулю за счет этого высевающего пата и выдержит оптимальную глубину которая нам нужна поддерживаем также есть часть села которые оборудованы по джеку есть которые не оборудованы по джеку мы делаем как бы простая в эксплуатации очень быстро удобно сеять и вот рядом стоит это наши селки которые у нас были до этого это кинзы 24 рядные они тоже оборудованы агридером там стоят на них электродвигателя внесение жку и пневмо прижим на эти селки но так как они с маленьким бункером и они только сеют кукурузу подсолнух могут сеять сою но на 46 надо добавлять банки мы решили как бы заменить их на более универсальную селку с большим бункером и который может сеять и кукурузу и сою дальше по обработке грунта мы делаем глубокорахление там раз 4 года глубокорахлителем газкон он как бы простой лапы есть у нас на 45 между лапами расстояние есть на 50 глубина выдерживается тоже можно за счет катка на каток опускаем и он перемешивает где-то сантиметра 4 5 поверхность грунта мы после сои мы заходим под кукурузу и сидим рыхление просто зашли убрали сою зашли и зарыхли и оставили весной или там баранование культивация или культивация им делаем также мы контролируем глубину рыхления у нас данные передаются с датчика навески потенциометра мы контролируем какая глубина у нас идет обработки чтобы механизатор не вымелял не работал ну и также ставим наконечники титан которых хватает до полторы тысячи если не на песке на песке гектар 900 хватает чтобы менять орган одному орудию это дисковая барана эрмикс дискуем если нам мы уже проводили рыхление до сезона да и не надо мы проводим дискование убрали сою зашли 10 12 сантиметров 8 зависимости делаем дискование и уже потом осенью весной баранование культивация если мы убираем кукурузу здесь не представим у нас есть измельчители стерни лофнос и ирина 5 метровые 7 с половиной 9 метровые которые после уборки когда мы убрали мы заходим обязательно измельчаем где-то до 10 сантиметров оставляем всего от растения остальное измельчаем и после этого запускаем тяжелую дисковую барану вишек у которой уже диск на 76 здесь на 66 там на 76 чтобы хорошо перемешать и дальше запускаем бараны или культиватора у нас стоит основной это 12 метровый или тм к или нью холланд используем в уборке у нас перегрузчики кабзаренко они оборудованы весами сразу при загрузке автомобиля у нас автоматически выписывается электронная ттн к такого поля сразу указывается вес какой везет с поля техникам также вишеки у нас тоже оборудованы датчиками глубины мы контролируем на вишеке какая у нас глубина идет дисковки выставляем тракторный парк у нас основной трактор это кейс 340 и есть три стайгера 500 и 535 у нас опрыскиватель кейс по форсуночное отключение оборудован тоже полностью оглидер и форсунки стоят от оглидера а распылитель тежетовский стоят на он дифференцированно может нести вносить в СЗР мы почвенные как я предъявил вносим от зависимости от вещества почвенные гербициды мы вносим на сою на фасоли на кукурузе также он оборудован системой видеоконтроля все заправки когда заправляются химия все фиксируется подвязывая по заправку сразу видно также на них дополнительно установлены на каждый опрыскиватель метеостанции в системе отображается какая влажность поля опрыскается какая скорость ветра какая температура эти показатели мы смотрим их видно на мониторе кабине и видно приложению агронома как бы плюс умывая давление если высокая температура там поднимается выше 28 или влажность падает ниже 40 соответственно ему приходит выдумление он останавливается не обрабатывается и у нас есть основной наш разбрасыватель это амазона у нас их 4 штуки которые тоже оборудованы метеостанцией датчиками которые контролируют верность мы ими вносим тоже дифференцированно по гектарной клетке все удобрения также у нас есть представлена а не агротест ну точнее на рынке нет мы с этим мы ставим каждый раз у нас два раза смену выставляются или коврики для разбрасывания или лоточки и перед сменой когда принимают там 10 утра они обязательно расставляют фиксируют какая у него здесь равномерность разбрасывания и в системе видно если правильно все цифры совпадают он дальше если нет корректировку вносит по настройке и дифференцированный тоже да то есть работает разницы немало он же сам переключается ваша задача главное настроить там на 100 кг или на 200 кг только вы вносите правильное внесение правильное распределение чтобы у вас в лоточках было все одинаково в колбочках показало или там когда коврики вы фотографируете в программе он показывает что все настройки ваши распадают а дальше сама система механизатор туда не лезет написано задание он сам переключается просто нельзя делать при дифф внесении плавающую норму по 10 кг менять продукты и там тогда любое разбрасывание некорректно бросает вы должны сделать там все 3-4 нормы на удобрение себе выбрать и тогда он корректно вносит мы рассчитываем там у нас он был сейчас до этого на 25 метров ширина была захвата всех продуктов сейчас мы вносим на 30 на ширину разбрасывания внесения опрыскивания мы хотим выйти в будущем на контролируемый след на следующий год чтобы у нас была ширина захвата у нас жатка будет 10,7 кукурузная 16 рядная жатка у нас уборка и селка у нас тоже 11 метров получается и опрыскиватель мы добавляем сексе у нас будет тоже на 30 метров соответственно у нас будет всего 9 проходов да и три раза будут проходить опрыскиватель по полю у нас есть две машины которые отбираем пробы мы оказываем тоже услуги они оборудованы пробоотборником на пробооборнике стоит видеофиксация как отбирается проба когда кто заказчик мы даем полный отчет трек автомобиля соответственно то что мы задание как отбирать в какой клетке плюс видеофиксация что машина останавливалась отбиралась правильно проба на ту глубину и как бы то количество раз если есть вопросы давайте кратко задаем и поедем на поле можете представителям агротеса если интересно задать или по технике какие то вопросы ответим мы уже работаем рекомендации по этим результатам которые получили после рекомендации мы вносим данные также додаем мы делаем карту если мы делаем точное землееробство мы разбиваем поле на сетку это может быть сетка або по гектарной або по желанию в компании АТК мы делаем все поля по гектарной сетке когда мы получаем результаты мы картуем поля мы видим в каждой клетке какие элементы у нас есть и какие рекомендации мы также делаем технические задания для внесения это уже не то если это тип грунта ну таки и оранка это вообще как я сказал и 60-80 уколов потом эти сетки передаются нам на лабораторию лаборатория делает анализ мы эти анализы додаем в додаток у нас есть додаток агротест пресижен это визуализация наших данных которые мы получили потом рекомендации потом мы также делаем это все входят в цены это все входят в пакет мы делаем технические задания под дифференцией внесения безусловно або под различные сигналы так ну так так под какую технику тип техники под какую программу кто в какой программе работает все это суммешно это все и так по норме висеву так же мы рекомендации то что мы понимаем что какие какие поля там бедные так на элементы то мы с розрахункой того что финансы мы в первую очередь финансы так чтобы это было экономично недоценно поэтому это экономия и ваши деньги и прибыль росте из того что мы отримываем врожей если есть вопросы задавайте потому что органы мы после органы видим такие грудки и когда мы проходим щупа это просто из-за того что мы в щупе механично мы мало можем выбрать из-за одного окола если это неотрамбованный нормальный чтобы сверло нормально заходило то там 25-30 есть телеметрия установлена на криши телеметрия и мы видим где мы выбираем как он выбирает пробу как он помечает мы в смс мобайл это завантаж поле мы сначала делаем контур поля проезжает машина делаем контур потом мы это поле разбиваем на сетку або можно так поле разбить на зоны продуктивности в программе все в программе это все изображается в программе мы видим именно он выбирает и помещается определенный номер этого определенный номер этого и он присвоивается к определенным точкам Субтитры подогнал «Симон»